Всем доброе утро! Сегодня уже не так жарко. 4 мая сегодня. Вот, смотрите, уже вот эти вот сережки натопали. Скоро пух у нас полетит. Быстро они вылезли. Вчера один день был жара, они прям повылазили уже. Будет здесь пуха, целая куча летать у нас. В общем, сегодня такой день суетливый ожидается. Я уже с утра пораньше видео смонтировала. Сейчас буду голову красить. Сколько градусов у нас? Показывает 16. Но будет, конечно, теплее, но уже не так жарко, как вчера. Видео у меня выводится. На голове у меня, черте что, я смотрю. Вчера уже заметила, что у меня прям отросли корни. И сейчас быстренько-быстренько буду красить голову девочки. Прям приводить себя в порядок. Сегодня и не знаю, и дочка должна сегодня зайти, и сын. Сын на работу, Наташа должна зайти. В общем, короче, не знаю, что сегодня день. Будет очень суетливым, короче. Крашу голову краской Ботаника 10.0. Это Фаберлик. И вот этот ампульный концентрат. Ну, они у меня разные. Вот этот добавлю сегодня для окрашенных волос. Вот такой вот в красочку. И все. Сейчас быстренько-быстренько намазываю голову. Девочки, решила вам показать, как я крашу волосы. Я не знаю. Меня бывает часто просят, покрась меня, покрась меня. Я вот говорю, а что сложного покраситься самим собой? Я просто не знаю. Я всегда крашу всю жизнь сама. У меня в молодости, когда не было денег на мастера, на парикмахерскую идти, что делать оставалось? Приходилось, конечно, самой брать кисточку в руки. Тогда еще кисточки не было. Я помню, мы красились тогда. Брали губку. И губкой. Так я еще красилась в черный цвет. И у меня были длинные волосы. И было это же еще сложнее. Мне нужно было в перчатках красить. Вот когда я сейчас крашу с белым, я перчатки не одеваю, потому что руки не красятся, не мажутся. Все нормально. А тогда приходилось еще и перчатки такие хозяйственные, резиновые одевать. И волосы длинные. Это же сложнее покрасить было. Ну и как-то вот я с детства научилась сама себя красить. Я не знаю. Но я крашусь уже в определенном порядке. Конечно, я знаю, что лучше начинать красить там сзади. Но мне удобнее намазать вот спереди. Допустим, я вверх крашу. Вот так вот беру пробор. И пошла, 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 пошла сюда. А потом вот эту часть. И уже в конце я крашу сзади. Мне так удобнее. Потому что, ну не знаю, потому что, может быть, я так привыкла. Мне так удобнее. Я все это прекрасно вижу. Вообще сейчас мне не очень удобно тут сидеть. Я обычно крашусь возле зеркала стоя. Я сейчас вот наклоняюсь. Я макушку свою плохо вижу, потому что сижу. Зеркало находится ниже. А зеркало надмойкой у меня находится, ну как бы выше. Я вижу хорошо там все. Вот. Поэтому, ну так вот берете проборчики, делайте. Вот кто не умеет красить себя, девчата. Если никакого сложного окрашивания. Если вы используете все время одну и ту же краску. Ну, я не знаю, сложного ничего нет. Я прокрашиваю сначала корни, потому что они у меня отрастают. И там появляется седина. Седина должна получше окраситься. Ну, вот в этой краске, например, здесь есть тюбик. Есть баночка с этим. Окислитель или как он там называется. Все есть, короче говоря. Даже перчатки есть такие одноразовые. Я их складываю. И мне не нужны, в общем. И все. Намешала краску. Я туда ампульный концентрат этот добавляю. И все. Все готово. И вот так вот беру, прокрашиваю. Расчесочкой протягиваю. Вот так вот раз. И протянула. Раз, раз. Все. Туда дальше. Я обычно делаю это быстрее. Но сейчас я говорю вам, что мне неудобно. Мне неудобно это делать, сидя. И я еще не вижу там свою макушку. Вот. Так что такие дела. Девчата, учитесь краситься сами. Мне соседка, у нее волосы короче, чем мои. И реденькие волосы у нее, в общем, вообще как бы немного. У меня густые там, ладно, прокрасить надо. Я вообще весь тюбик использую, чтобы не мелочиться. Потому что, когда я использовала пол тюбика на корни, потом мне чуть-чуть не хватает, я начинаю нервничать. Что вот это вот уже мне все хватало, не экономить. Я намазываю корни, что остается, я потом уже намазываю на остальные волосы, протягиваю по всей длине. И, в общем-то, как бы остальные волосы тоже у меня освежается краска, так сказать. Так, ну все, девочки, я вам показала начало. Сейчас я еще покрашу дальше сама. Ну, может быть, и конец уже показывать не буду. Потом увидите результат. Результат, вы видите, обычно у меня всегда. Я всегда с покрашенными корнями. Кстати, красить приходится мне часто. Ну, довольно часто. Хотя раньше еще чаще. Когда у меня были волосы черные и еще седых вот тут, особенно на этой части, много. Чуть-чуть отрастает, особенно солнышко, они сразу начинают блестеть, их сразу видно. Вот. Приходилось красить буквально там 2-3 недели, все, надо срочно. 3 недели-то уже срочно надо красить, мазать. Вот. А сейчас я могу месяц не красить. Вот сейчас уже сколько, месяц или больше прошло, как я не красила. Но я сейчас смотрю уже, как отросли. Некогда было. Ремонт делала. Мне не до покрашивания было. Занято лично. Потом глянешь, а там уже, ой-ой-ой. Вот так. Все. Короче говоря, сейчас я все это дело прокрашу. И все будет у меня в шоколаде. Вообще кайфую. Последнее время я. Что-то у меня, то это обновочка, то ремонт сначала сделала, то мебель купила, то лампу купила, то клеенку купила. Что-то покупаю, что-то новенькое. И меня все радует. Весна, солнышко, цветочки. Прям я не знаю. Я счастливый человек, наверное. Дай Бог, чтобы все было хорошо у всех, чтобы все были здоровы, живы-здоровы. Я так всегда говорю. Самое главное, чтобы здоровье было, а остальное будет. А быть нам счастливыми или нет, это мы сами решаем, потому что состояние счастья, это такое состояние, в котором человек может пребывать, может сам создать себе условия для того, чтобы пребывать счастливым. И вот эти условия нужно беречь, сохранять, приумножать. И все. Кто хочет быть счастливым, тот им будет. Ну вот и все, девочки. Голову я намазала. 40 минут и буду смывать. И потом вот такой вот бальзамчик есть еще в этом самом, в краске ботаника. И вот этим бальзамом, не знаю, может быть это какой-то специальный бальзам для того, чтобы там сполоснуть волосы после окрашивания. Поэтому я именно этим бальзамом и ополаскиваю. Хотя вообще обычно я пользуюсь другим бальзамом. Не, ну и другим тоже можно, ну я не знаю, может быть в этом есть какой-то фиксатор, чтобы краска там зафиксировалась. Вот, все, 40 минут и смываю. Девочки, уже столько времени, я что-то уже закрутилась. Хотела показать вам, корни у меня все закрасились, все прекрасно, с покраской все отлично. Такой сегодня насыщенный день, вот я как предчувствовала, как знала. Ну, во-первых, я жду, сейчас скоро должна прийти Наташа. За ключом они приехали сегодня с сыном. Сын уже на работу умчался, сегодня работает. Настю оставили в деревне у бабушки. Так что до 10-го или когда они там поедут забирать ее, в общем, Настя будет у бабушки в деревне. А у меня будет в гостях другая квартирантка. Я жду, что сегодня дочка должна привезти мне кошку, милку свою. Она собирается на несколько дней уехать, погостить, тоже праздники, на праздники поехать. Она Дэню берет с собой. Ну, она предлагала мне с кошкой остаться, как в прошлый раз у нее. Но я не захотела у нее оставаться, потому что мне здесь есть чем заниматься сейчас. Да, ремонт я сделала, теперь у меня еще куча дел. Нужно еще кое-что перебирать. И есть некоторые вещи, которые я хочу предложить соседке. Я знаю, что ей, ну, бывают какие-то вещи нужны. И она мне просила не выбрасывать ничего пока, пока она не приедет. И вот сегодня приехала еще и соседка с деревни тоже. Приехала домой, она на несколько дней. Потом поедет обратно, ей нужно там закончить кое-какие дела. Она там жила по уходу за матерью своей, ну, мамы ее уже не стало. И, в общем, она сейчас там еще кое-какие дела у нее нужно доделать. Хозяйство там еще кое-какое есть, там куры. Вот, и она поедет обратно. На несколько дней вырвалась домой. И, в общем, и сегодня соседка ко мне пришла. Я просто в шоке. А сейчас я жду с минуты на минуту дочку и Наташу. Я надеялась, что они придут не одновременно. Для того, чтобы мне нужно с Наташей поговорить о их делах. А с дочкой нужно поговорить о ее делах. Ну, посмотрим, как получится. Не знаю, как получится. Может, и в одно время придут. Как тут будет кошка у меня находиться, я еще пока вообще не знаю. Я даже не знаю. Главное, чтобы она мне мой диван новый не испортила. Но мне придется его, наверное, чем-то накрыть. Каким-то покрывалом накрою, чтобы она обивку эту не поцарапала. Потому что когтеточки тут нет. Если она будет точить когти, а старый диван мне его не жалко, ковролин мне не жалко. Ну, как бы мне больше ничего не жалко, кроме новой мебели. Новую мебель жалко, если она ее испортит. Надеюсь, мне удастся ее как-то прикрыть, скрыть, закрыть. Вот. В общем, не знаю. И соседка приехала, у нее там старая плита электрическая, ну, такая же, как у меня. Только у нее старая, и она уже там плохо греет. И, в общем, она решила купить новую плиту. И, в общем, спросила у меня, могу ли я посмотреть в интернете. В общем, я в интернете плиту ей уже выбирала. Ну, выбрали такую, как у меня, только там связались пока что с менеджером для того, чтобы узнать, смогут ли они в ближайшие дни доставить до ее отъезда или как. Но менеджер должна ей перезвонить, а может быть и мне, не знаю. В общем, еще и этот вопрос решается. В общем, сразу три вопроса одновременно я должна решить. Поэтому, как у меня будет, что будет, я не знаю. Я только что сейчас перекусила и забыла, что еще и завтракала я, правда, овсянку ела. Да, с утра ела овсянку. Но, думаю, надо же еще и перекусить. Перекусила сейчас. Оливье у меня еще есть. Я оливье поела, оставила еще дочке чуть-чуть. Я уверена, что она на праздники оливье себе не готовила. Ну, а сын с невесткой, я думаю, что там теща их, наверное, все-таки накормила нормально от души. Праздники они у нее побыли. Там и банька у них есть, и шашлычки они, если что, могут соорганизовать. Но у них обычно всегда теща накрывает стол. На праздники у меня сын любит туда к теще ездить. Теща наготовит, накормит от души. Там все нормально. Вот. Ну, все, девочки. Сейчас я, в общем, жду. Сейчас позвоню еще раз, узнаю, уточню, кто когда придет. И, в общем, буду решать свои дела. Если мне удастся что-то снять, я сниму для вас. Но я могу забыть про камеру, и, может быть, даже будет недосъемок вообще. Потому что нужно важные дела переговорить. А дочка уезжает сегодня вечером. И вот как раз нужно с кошкой решить вопрос. И у нее там свои вопросы есть. И видео какие-то надо повыкладывать. Но еще какие-то, наверное, вопросы есть. Она не все мне рассказывает. В общем, суетливый сегодня день. Суетливый. Я уже не дождусь, когда будет вечер. Когда все вопросы уже порешаются. Чтобы уже можно было расслабиться и выдохнуть. Как я буду с Милой тут жить, не знаю. Но, во всяком случае, она будет в поле вашего зрения. И я думаю, мы будем с Милой вместе теперь сниматься несколько дней. И пока дочки не будет в Ростове. Слушай, как ты классно смотришься на этом фоне. Вообще. И вот эта вазочка от цветочки там. Прямо красиво-прекрасиво. Ко мне пришла Наташа. Мы с ней сидим, болтаем. И Наполеончик решили попить с чаем. Вот я же говорила, что в этом уголочке у меня будут приходить теперь гости. Будем чаевничать и болтать. Вот так. А кто у меня в гостях? Кто у меня в гостях? Ой, доча приехала. И с Денечкой, и с Милочкой. А где у нас Милочка? Милка куда-то спряталась. Она тут ходила-ходила. Углы смотрела-смотрела. Мы уже Милочке тут вот положили еду и такую, и другую. И туалет ей поставили. Все отлично. Все. Так что я всем гостям рада. Наполеончик кушаем. Деня, ты же туда весь помещаешься, да? В переноску. Вон, и Мила даже залюбопытствовала. 15 лет. Все, у Деньки новая игрушка. Мила потихонечку осваивается. И так она, знаешь, на цыпочки подошла туда, понюхала, где еду ей дала. В туалет зашла, понюхала. Что там? Лоточек стоит. Все. Вот теперь у меня хороший уголок. Я никак не нарадуюсь на свой уголок. И говорю, вот теперь хоть будет куда гостей посадить, да? Стол есть, лавки есть. Все хорошо, прям классно. Лавки? Ну, лавочки, диванчики. В общем, я прямо сама себе угодила. Классно, здорово. Мне нравится. Да, вот я смотрю и думаю, да, наверное, отсюда тебя вообще не вытащить. Конечно, я теперь меня никуда не вытащить. Я засухарюсь тут вообще. Буду все тут вообще. Ну, а что, я же тут нахожусь все время. Мне надо, чтобы комфортно, красиво было, уютно. Закрывать тебя? Ну, давай, залазь. Залазь. Залазь, залазь. Залазь весь туда. Давай. Вот залезешь весь, я тебя закрою. Ну, как я тебя закрою? Тебе не закрою так. Развлекуха у ребенка. Ну что, все, собрались, мои дорогие. Друг друга снимаем, да? Да. Все, Милочка вроде где-то спряталась. Милка бедная, глаза напуганные. Куда-то... Куда она сбежит, если у нее дверь всегда закрыта. Ну, мало ли. Так, замкнута. Мало ли. Все. А может, у тебя было... А там сетка у меня. Все хорошо, я буду смотреть. Все, спасибо за гостеприимство. Мы отчаливаем. Давайте, счастливого пути. Кошка осваивается потихонечку. Гости мои ушли. Я решила ее пока не трогать. Пусть она сама. Вот она там где-то сидела в углу каком-то, спрятавшись. Сейчас потихонечку вылазит. Начинает что-то все осматривать, онюхивать, обнюхивать. Ну, я надеюсь, освоится. Самое главное, конечно, ее не дергать, потому что для нее изменение места дислокации уже стресс целый. Я легла, просто смотрю телевизор сейчас. И вот она там все ходит, осматривает, онюхивает. Ну, пускай. Ну, наконец-то она решила покушать. Ну, хорошо, уже покушала. Уже достижение. А я по телеку смотрю фильм. Сериал «Анатомия убийства». Ну, ничего, так интересненький фильм. Мне нравится. Но я его уже смотрела. Может быть, я не все серии смотрела. Но смотрю с удовольствием. Где-то там спряталась. Вон она, морда сидит. Ты что мне спать не даешь, а? Милка, иди сюда. Давай, иди сюда. Ходит. А я говорю, вот иди, да сниму. Будем с тобой тогда сниматься, раз спать не даешь. Да? Села там, сидит под диванчиком. За мамкой скучаешь, что ли? Ну, что, девочки мои, как я и предполагала, Милочка мне спать не дает. Сейчас уже 3 часа ночи. Я несколько раз пыталась уснуть, как в сон проваливаюсь. Она начинает мявкать. Ходит, мявкает. Я встаю, зову ее, она убегает. Вот она такая, дикая кошка, дикарка. В руки не хочет, не дается. Меня беспокоит больше всего то, что она на лоток еще ни разу не сходила. Кушать она уже кушала. И на диване со мной рядом сидела, лежала, пока я телевизор смотрела. Но как только я выключила телевизор, свет везде потушен, она вот это ходит и мявкает, мявкает, где-то лазит, шебуршится. И вот мявкает. Ну, я понимаю, что она за мамочкой скучает, за домом своим скучает. Но я предполагала, что ночь будет бессонная. В общем, поэтому я кошку и не хочу заводить. Кто-то мне как-то писал, заведите кошку себе, может быть, собачку или что. Не хочу никого заводить, от кого я могу каким-то образом зависеть, за кем ухаживать постоянно нужно. Но меня беспокоит, почему она на лоток ни разу не сходила. Уже с 4-5 часов дня, а уже 3 часа ночи. Она ни разу на лоток не сходила. Не знаю, почему. Я уже там ее и так, и сяк, взвала, соблазняла. Даже взяла в руки ее там на лоток опустить. Пыталась она, вырвалась даже. Чуть-чуть сорокнула меня. Вот такая диката. Где ты там сидишь? Иди сюда. Иди народу покажись. Вот она пришла. Ну вот она пришла. А что там? Ну иди заходи в туалет. Я закрыла. Прикрыла дверь. Иди, пойди сходи туда. Мила. Иди сходи. Иди сходи. Иди покажись народу. Вот она. Вот она коша. Вот она коша. Дикая такая коша. Не любит на руках находиться. Да? Не любишь ты на руках. И ластиться ты не любишь. Нет, конечно, когда тебе надо мягкий корм, ты его выпросишь. И поластишься. И подлижешься. А сейчас ты что пришла? Мягкий корм хочешь еще? Ты уже сегодня получила его. Попозже чуть-чуть. В общем, короче говоря, вот так вот. Ну и я уже что делать? Я же не этот, как, знаете, пытка. Пытка, когда человек решают сна. Человек засыпает, а его будет. Человек засыпает, а его будет. Вот уже вот это несколько попыток меня уже начинает псих накрывать. И я, честно говоря, встала, думаю, так, раз так, то я сейчас сяду и буду кофе пить. Попью кофе, напьюсь. А потом буду заниматься тогда своими делами. Какие там у меня дела есть. Сейчас буду делать. За компьютер сяду, поработаю. Работа есть всегда. Ой. Ну иди, иди, не бойся, что ты там. Подходит к туалету, заглянет туда и не идёт. Что ты стесняешься, Господи Боже мой? В общем, я так понимаю, что до рассвета мне спать никто не даст. Ну, я надеюсь, может быть, утром даст мне поспать. Не знаю. Вообще, когда вот это вот, зависишь от кого-то плохо. И хорошо, что внучку оставили в деревне. Потому что вообще по расписанию внучка 5-6-го должна была быть со мной. Потому что Наташа работает, и сын работает. И вот я представляю, что было бы, если бы завтра вот пришла бы с утра Настя. И уже, естественно, никто бы мне не дал до самого вечера спать. А потом опять бессонная ночь с кошкой. Вот такая жизнь весёлая нам предстоит, да? Пусть граммутки покушает. Вот. Так что вот так вот. Ну, буду держать вас в курсе, что теперь у нас новый объект для обзора появился. Это Милка. И как она будет здесь у меня жить вот эти несколько дней. И как я с ней буду жить несколько дней. Посмотрим, девочки. Не знаю. Сейчас глаза сонные. Чуть-чуть не обращайте внимания. Вот. Ну, что. Пойду я сейчас займусь своей работой. Милочка. У тебя дала точка вот туда вот. Совсем один шаг сделать. Иди, сходи. Не хочешь? Кто-то спать мне не давал. Не даёт спать. А сама тут прибомбилась. И засыпает. Не спать. Всё. Мне не даёшь? Сама не спи. Вместе потом будем спать. Я тебе тоже спать не буду давать. Девочки, пять часов утра. На улице рассвело. Я ещё не сплю. Когда буду спать, даже не знаю ещё. Вот хитрюга. Пока я там работаю, она тут спать решила. А я вот спать уже не хочу. Вот как теперь? Будем спать по очереди, что ли? Не захотела со мной спать. Ну, хоть место нашла себе. Как-то вот нашла уже. Может быть, там не понравится, и будет там она отдыхать сидеть. Ну, ладно. Пусть. Пусть спит. А мне уже спать не хочется. Только я легла на диван. Начала она тут бегать. Носится. Да? Носится. Решила я лоток поставить в комнату. Посадила на лоток её, и она сходила. В пять часов утра. В двенадцать часов она не ходила. Я уже думала, лучше пусть тут стоит. Нилка, иди сюда. Где я тебя сейчас снимать буду? Иди сюда. Иди сюда. Пристаёт к дивану, бегает, носится. Вот она на подалке, на. Решила поиграться. И спать толком не поспала. И сама не спит, и мне не даёт. Что это за баловная такая кошка? Вот эта кусачья такая, кусачья. И заигрывает со мной, и заигрывает. Никак не даёт поспать. Да? И что? Когда мы спать с тобой будем? Ты-то можешь поспать в любое время. К дивану пристаёт. Чего к дивану пристаёшь? Шебуршишься там. Всё обследовала. Все углы. За телевизор хочет запрыгнуть. За телевизор нельзя запрыгивать. Поняла? Вон она с простынкой играет. Короче, разыгралась совсем. Облюбовала, Милочка, такое местечко. Сидит тебе там. Молодец. Сейчас я рядышком сяду. Ну что, девочки мои, мы проснулись. Мы не спали до 6 часов утра с Милочкой. Потом легли. Телевизор тихонечко-тихонечко работал. И я смотрю, она прижухла, приснула. Я тоже, думаю, посплю чуть-чуть. И правда, мы проспали до пол первого. В общем, выспались, слава Богу. Хоть так, хоть как-то, но выспались. Я предполагала, да, что ночь мы спать не будем. В общем-то, не удивлена. Вот она сидит тут такая. Милая-милочка. На руки не любит идти. Хотя ночью так заходила ко мне на руки что-то прям. Я сидела за компьютером. Она села на коленях. Ну, вот такая кошка, вот такой характер, да. Захочет, она подойдет и захочет. Рядом сядет, ляжет. А не захочет, на руки не пойдет. Вот. Ну, слава Богу, выспались. Давай я тебе покажу девочкам. Давай я тебе девочкам покажу. Вот она, милочка. Вот она, наша кошечка. Все. Скажи, вот она я. Вот она. Вот она. Вот она я. Вот она. Кусаться не надо. Все. Ну, все, иди, иди, иди. На, на место иди. Все. Кусается. Взяли ее в руки. Смотри, она не хочет. Брожулька. Все. Да. Надо облизать. Вот. Ну, все, девочки мои хорошие. На этом я хочу видео свое вот это вот закончить. У нас вчера был очень такой сумбурный день и такая же сумбурная была ночь. Ну, надеюсь, что она попривыкнет и, может быть, будет уже как-нибудь получше. Но как будет, мы узнаем уже в следующем видео. Я буду снимать и милочку, и себя. И вообще, что я буду делать в следующем видео, я еще не знаю. Но, по крайней мере, я уже не одна. Я с квартиранткой, у которой тоже есть характер, который тоже нужно где-то как-то подстраиваться. На этом я хочу видео свое закончить, девочки. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И посмотрим, что будет дальше, что мы будем делать дальше с милочкой. Ну, а сейчас пока-пока всем. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok